Калифорния Калифорнию охватила золотая лихорадка. В глубоких штольнях под столовой горой шахтеры ищут золото. Неожиданно они откапывают множество древних каменных артефактов. Хорошо сохранившиеся орудия труда, наконечники, копии, каменные ступки и пестики найдены на большой глубине в очень древних слоях. О поразительных находках сообщают ученым. Геологи изучают таинственные артефакты и убеждаются в их подлинности. Но датировка кажется просто невероятной. Возраст древних инструментов 55 миллионов лет. Это значит, что они были созданы во времена динозавров. Главный геолог штата Калифорния профессор Джон Уитни публикует официальный отчет об этих открытиях. Он приходит к выводу, что в Северной Америке люди существовали десятки миллионов лет назад. Факт то, что в определенный промежуток времени люди-динозавры сосуществовали вместе. Современная наука, конечно, категорически отрицает этот факт. Но только после признания этого факта мы можем говорить о вопросах датировки. Когда это было? Почему это было? Но другие ученые не принимают вывода геолога. Антрополог Уильям Холмс пишет, если бы профессор Уитни был по-настоящему знаком с историей эволюции человека в ее современном понимании, он воздержался бы от придания огласки своих выводов, пусть даже в их пользу говорит впечатляющий объем собранных им свидетельств. То есть, если факты не согласуются с общепринятой теорией, то тем хуже для фактов, несмотря на их объем. Но неужели род человеческий настолько невероятно древний? И почему многие антропологи не желают это признать? Если историю человечества представить в виде гигантского музея, то выяснится, что несколько залов этого музея оказались запертыми. Под замком находятся именно те факты, которые противоречат общепринятым историческим концепциям. Оказывается, что есть много данных о том, что человек вовсе не произошел от обезьяны, как учат до сих пор в школах. И на Земле были очень древние цивилизации, даже более развитые, чем наша. А множество казавшихся незыблемыми взглядов на историю оказались просто результатами ошибок и дезинформаций. Что бы произошло, если в отложениях, возраст которых оценивается в миллионы лет, были обнаружены ископаемые останки человека современного типа? Вся привычная цепочка происхождения человека попросту разлетится, если окажется, что сам человек жил на Земле задолго до того, как он якобы произошел от обезьяны. Принцип перехода количества в качество не имеет подтверждения в живой природе, когда мы говорим о новых признаках у живых видов. Мы просто не имеем переходных видов. Мы имеем готовые виды, которые отличаются друг от друга. Даже такие близкородственные существа, как коза и овца, которых зоологи по костным останкам даже не могут отделить одно от другого, это разные виды, и переходного вида между ними нет. Сегодня это кажется странным, но сам Дарвин в молодости учился по учебнику естественного богословия. Он до глубокой старости вспоминал его как единственный учебник, который он запомнил из всего курса своего обучения. Естественно, что богословие во всех проявлениях природы старалось увидеть божественную мудрость. Первоначально Дарвин даже хотел ввести в свою теорию Бога в качестве руководителя естественного отбора. Но ситуация изменилась. И оказалось, что идея о том, что Господь – великий селекционер, никто не станет читать. И Дарвин написал, что в природе, конечно, нет селекционера, который бы сознательно что-то отбирал, зато там есть огромные промежутки времени, которые должны приводить к тем же результатам. Ну, казалось бы, если ты предлагаешь такую совершенно новую и совершенно неочевидную трактовку основного фактора в твоей теории, надо предложить какие-то аргументы в пользу того, что это явление в природе есть. Историки выяснили, что до Дарвина более двухсот ученых и даже богословов писали статьи об эволюции и более пятидесяти про эволюцию путем естественного отбора. И если бы Дарвин запоздал со своей книгой хотя бы на год или два, то теория эволюции сейчас просто не называлась бы дарвинизмом. Он был первым, кто опубликовал свою книгу на эту тему. Дарвин объяснял очень слабую, как он сам понимал, аргументированность своей книги тем, что был вынужден издать ее очень спешно. А спешно потому, что в мае 1858 года получил с острова Целебес по почте статью малоизвестного тогда зоолога Альфреда Рассела Уоллиса, в котором излагались те самые мысли, над которыми Дарвин так долго работал. Если бы Дарвин промедлил хотя бы год, то Уоллис, который в 61 году вернулся в Англию, и был бы автором той теории, которую мы сейчас именуем дарвинизм. В 1859 году выходит книга Чарльза Дарвина «Происхождение видов». Спустя всего 12 лет большинство ученых и образованной публики в Англии уже считает смехотворным ставить под сомнение то, что человек является потомком обезьяноподобных существ. И это вопреки тому, что в происхождении видов сам Дарвин только кратко затронул вопрос о корнях человечества, отметив в конце, что свет на происхождение человека и его историю будет пролит лишь в будущем. Под эволюцией мы понимаем все-таки происхождение экосистем, то, каким образом виды сосуществуют друг с другом. Для этого в дарвинизме нет даже языка. Там есть разговор только о том, как из одного вида происходит другой. Может ли вид сам улучшаться без селекционера? Сам Дарвин прекрасно понимал, что на этот вопрос может быть дан только отрицательный ответ. В происхождении видов говорится, что даже простым фермерам всем хорошо известно, что если допустить свободное скрещивание, то весь результат селекционной работы будет потерян. То есть Дарвин прекрасно понимал, что естественный отбор и искусственный – два совершенно разных процесса. И они не могут привести к одинаковому результату. Тем не менее, он смешал их вместе, поскольку никакого другого варианта у него не было. Если мы посмотрим на живую природу, мы увидим, что факта борьбы за выживание как такового в природе нет. Животные, растения, они сосуществуют друг с другом. Посмотрим на саванну, увидим, как антилопы спокойно пасутся рядом со львами или с гиенами. Только когда хищник голоден, он нападает на травоядное животное, чтобы питаться. А так они сосуществуют. Разговор идет не о том, верен Дарвинизм или не верен, хотя из сказанного более или менее ясно, что он скорее не верен, а в том, что мы под эволюцией понимаем не то, что понимал под эволюцией Дарвин. И все же Дарвин в своем труде «Происхождение человека», изданном в 1871 году, уже приходит к выводу, что человек – потомок волосатого, хвостатого и четвероногого существа, жившего на деревьях. Но это смелое по тем временам заявление грешит отсутствием самого главного. Нет никаких доказательств, то есть ископаемых останков, которые могли быть связующими звеньями между древними обезьянами и современным человеком. То есть обществу предлагают принять весьма спорную гипотезу, как теорию, и обещают найти связующее звено в обозримом будущем. По Дарвину виды происходят одним единственным способом. Сначала внутри вида образуются различные расы, каждая из которых, из тех, которые выжили, образует новый вид. Точно так же новые роды происходят из прежних видов, новые семейства из родов и так далее. Этого механизма никто никогда не показал. Во времена Дарвина никаких останков, доказывающих эволюцию, найдено не было, за исключением пары черепов неандертальцев из Германии, до нескольких находок со строением современного типа. Этот аргумент вскоре использовали те, у кого утверждения Дарвина об обезьяноподобных предках вызывали неприкрытое возмущение. Среди исследователей, которые об этом говорили, были в первую очередь французские биологи 19 века Денуайе, Арман де Кетрифаш, Дюбуа Реймон, Ле Буржуа, Аббат, Далане и многие другие. Некоторые из них были убеждены, что человек жил еще во времена динозавров. Однако сегодня их имена малоизвестны широкой общественности. Одно из возражений Дарвину на первое издание его книги заключалось в том, что он показал только, что внутри вида могут возникать новые расы и ничего больше. В то время как иллюстрация его результатов, его механизма демонстрируется только на крупных различиях. Новые роды, новые семейства и так далее. Дарвин на это так никогда ничего не смог ответить, и ситуация странным образом сохраняется до сих пор. Споры об эволюции идут уже более полутора веков. Причем за это время другие науки весьма заметно прогрессировали. Физикам, например, сегодня смешно вспоминать, что ученые в 19 веке всерьез считали, что Солнце состоит из угля, а атомы – это твердые и неделимые кирпичики мироздания. Но консервативно настроенные биологи хоть и признают представления 19 века давно устаревшими, тем не менее, по сути дела, продолжают их придерживаться. В действительности начинать приходится с того, что, к сожалению, в настоящее время слова «эволюция» и «дарвинизм» многими, особенно в американской литературе, просто не различаются, в то время как на самом деле «дарвинизм» – это есть всего лишь одно очень частное и достаточно старомодное течение в эволюционной науке. Чтобы навсегда покончить с общепринятым представлением о происхождении человечества, достаточно лишь одного открытия человекоподобного существа с современным анатомическим строением, которое бы обитало миллион лет тому назад, то есть в эпоху позднего миоцена, а также орудий его труда. Но такие открытия уже неоднократно делались, только они либо замалчивались, либо попросту были забыты. Большое их число было обнародовано после выхода в свет происхождения видов Дарвина. Как это ни поразительно, но свидетельство огромной древности человека можно найти и в письменных памятниках, оставленных древними цивилизациями. Например, в санскритских писаниях рассказывается, как люди жили бок о бок с древними обезьяноподобными существами. В этих древних письменах мы можем также найти описание пятикантропа. Такая идея у современных ученых появилась только после Дарвина, который предположил, что люди произошли от обезьян и должны быть промежуточные звенья. Древние историки описывают существо, которое имеет тело обезьяны, но интеллект человека при низком уровне материальной культуры. Но согласно этим писаниям, это создание жило рядом с такими же людьми, как и мы. Значит, не было происхождения одного от другого, а было просто сосуществование двух разных видов. Интересно видеть, что такие древние свидетельства находят подтверждения и в археологических находках. В 1979 году группа исследователей, которой руководила Мэри Лекки, обнаружила в танзанийском местечке Лаэтоли в Восточной Африке следы ног, отпечатавшиеся в отложениях вулканического пепла более трех с половиной миллионов лет назад. Авторы открытия заявили, что эти отпечатки практически ничем не отличаются от следов ноги современного человека. Как это ни странно, но сами сторонники теории эволюции признают, что ни одна из ныне существующих обезьян не могла быть предком человека, поскольку сегодняшние обезьяны вряд ли станут когда-нибудь людьми, и само даже такое допущение было бы на грани слабоумия. Шимпанзе не удается выучить большинству того, что умеет человек. Большой помпой показывают, как шимпанзе может научиться тому или иному языку жестов, например. Но это человек ее обучает, а не сама шимпанзе этому научается. Точно так же можно выучить дрессированного слона прыгать с тумбы на тумбу, но никто не станет говорить, что это и есть эволюция. Дарвинисты считают, что человек произошел совсем не от обезьяны, а от некоего более раннего общего с обезьянами предка. Но здесь заключен явный парадокс. Ведь если за миллионы лет развития обезьяны так и не могут даже претендовать на то, чтобы стать предками для новых людей в будущем, то как же это мог сделать более древний общий предок, который был намного примитивнее. В древних санскритских писаниях Индии не только рассказывается о том, как эти два вида жили рядом друг с другом в далеком прошлом, там есть еще более удивительные вещи. Древние источники утверждают, что человек не только уже существовал многие миллионы лет назад, но тогда на Земле была и весьма развитая цивилизация. В них также есть весьма развитое знание биологии и особенно эмбриологии. Можно найти описание того, как человеческий эмбрион постепенно развивает свою форму от яйцеклетки. Это нечто такое, что не было известно в Европе вплоть до 17 века, пока не был разработан микроскоп. Но так как подобные находки полностью опровергают, что человек произошел от обезьяноподобного предка, то против них и тех, кто их сделал, нередко разворачивается настоящая борьба. 1966 год. Центральная Мексика. Археологи обнаруживают каменные инструменты в очень древних слоях. Среди них множество хорошо сохранившихся наконечников копий. Для определения более точного возраста находок приглашают экспертов геологической службы США. Геологи проводят анализ и называют поразительную цифру – 250 тысяч лет. Но тут неожиданно в дело вмешиваются высокопоставленные чиновники. Они требуют изменить результаты датировки. Вирджиния Стин Макентайр и другие американские геологи, определявшие возраст, подвергаются давлению. Им угрожают лишением работы. А в Америке, по их представлениям, человек появился 10-12 тысяч лет назад. Поэтому возражения археологов заключались в том, что не могли быть найдены инструменты, сделаны человеком в Америке, возраст которых 250 тысяч лет. Вирджиния отказывается идти на компромисс и требует публикации сенсационных данных. Но с аргументами ученые никто не считается. Ее лишают финансирования и не разрешают продолжать работу. За свою наивную честность и принципиальность она теряет работу преподавателя в университете и расплачивается сломанной на всю жизнь карьерой. Даже при наличии фактов никто не собирается менять господствующую теорию. Все равно нам придется менять всю систему антропогенеза, поскольку принято считать, что на американском континенте человек появился только тогда, когда смог перейти во время оледенения через Берингов-Перешейк. Однако на американском континенте существуют более ранние находки следов деятельности культурного существа, которые все равно надо как-то объяснить. Но если так относятся к находкам, чей возраст лишь сотни тысяч лет, то еще большее сопротивление со стороны консервативных ученых вызывают открытие артефактов во много раз древнее. А есть и такие свидетельства, которым многие миллионы лет. Есть множество доказательств того, что человек жил еще во времена динозавров. Отпечатки ног человека не раз находили в окаменевшем иле рядом со следами динозавров, в слоях, имеющих возраст свыше 100 миллионов лет. На протяжении 19-го и в начале 20-го столетия ученым неоднократно попадались в удивительно древних геологических формациях не только многочисленные каменные орудия и прочие предметы материальной культуры, но и скелетные останки людей с современным анатомическим строением. Подобные находки поначалу привлекали достаточно внимания, но теперь они почти неизвестны. Чем же мотивирована такая позиция официальной науки? И что она так заботливо скрывает от общественности? Ведь всем хорошо известно, что те, кто скрывают факты, должны будут рано или поздно за это ответить. В 19-м и 20-м веке далеко не все биологи разделяли взгляды Дарвина на эволюцию человека. Те, кто пропагандировал его идеи, столкнулись с серьезным сопротивлением не только в среде ученых, но и в обществе. Дело не ограничивалось только диспутами, иногда оно решалось в судах. Например, политика в американском образовании решена в каждом отдельном штате. Но это не общенациональная политика. Во многих регионах большинство людей желают быть осведомленными об альтернативе дарвинизму в учебниках. Но сторонники официальной теории обращаются в национальный суд. И затем уже один судья будет решать вопрос, является ли конституционным иметь альтернативу дарвинизму в учебниках или нет. Таким образом, один судья будет определять мировоззрение для большинства людей. Я думаю, что такое положение дел не может продолжаться вечно. Но в начале 20 века манипулировать общественным мнением оказалось вовсе нелегко. Навязать чуждые идеи так быстро, как в Британии, сразу не удалось. Кроме французов, также и американцы продолжали игнорировать теорию революции. А некоторые штаты вообще запретили в своих школах преподавать дарвинизм. Сторонники Дарвина в США искали удобный случай для его пропаганды. И случай вскоре представился. 1925 год Дейтон, штат Теннесси, США. В городской суд Дейтона поступает иск от родителей, учащихся одной из местных школ. Родители возмущены тем, что учитель физкультуры, по совместительству преподающий биологию Джон Скобс, на уроках рассказывает детям учения Дарвина. Незадолго до этого губернатор штата принял закон, запрещающий преподавать любую теорию, которая отрицает божественное происхождение человека. По названию одного из газетных заголовков, суд называют обезьянним процессом. Представители антирелигиозной организации Американский союз гражданских свобод, проповедующий эволюционные идеи, громко заявляют о своей поддержке обвиняемому и приглашают известного адвоката Клэренса Дэрроу. Судебные заседания вызывают широкий резонанс в обществе. Религиозная община требует покарать безбожника и защитить подрастающее поколение от ему подобных. В качестве прокурора приглашают знаменитого Уильяма Брайана, сенатора из Небраски, бывшего госсекретаря США. Заседания суда проходят при большом стечении народа и журналистов. Трансляция впервые в судебной практике передается в прямом эфире по радио. Статьи о процессе публикуются во всем мире. Приняя сторон превращаются в войну идеологий. Страсти накаляются до предела. В качестве свидетелей защиты приглашают прогрессивных ученых, которые рассказывают суду о пилдаунском человеке, обитавшем в Англии, о наличии якобы в человеческом организме в большом количестве бесполезных органов, унаследованных от эволюционных предков и прочие такие же вещи, которые всего через полвека были признаны самой наукой наивными заблуждениями. А пилдаунский человек оказался откровенной фальсификацией. Фальсификации есть во всех науках. Их совершают чаще бессознательно, но иногда и совершенно сознательно, чтобы получить некоторые преимущества. Однако к науке это не имеет никакого отношения. Но при этом ни адвокаты, ни свидетели защиты не стесняются в выражениях, вовсе не опасаясь быть оштрафованными за оскорбление оппонентов или неуважение к суду, так как их покровители все оплачивают. Главным козырем защиты является недавно обнаруженный якобы предок человека Гесперапитек. Несмотря на то, что этот облик был создан всего лишь по одному только найденному зубу, прогрессивные ученые без тени сомнения признают его своим предком. Однако, несмотря на такие доказательства, ни прокурор, ни прочая общественность не соглашаются признать предка в хвостатых созданиях. Адвокат, исчерпав все аргументы в порыве гнева, обвиняет судью в приверженности мракобесию и измене американским свободам. Суд бывает вынужден наказать не только обвиняемого, но также и его адвоката за оскорбление суда. Защитнику тут же прямо в зале оказывается финансовая поддержка. Видя, что дело идет вовсе не о нарушении закона, прокурор Брайан готовит свою обвинительную речь о самом дарвинизме. Собрав справочники и научные статьи, он готовит заключительную речь о несостоятельности доказательств теории эволюции. Узнав об этом, защита меняет тактику. Брайан – известный политик и никогда не писал пустых речей. Ни в коем случае нельзя допустить, чтобы его речь прозвучала и попала в печать. В самый кульминационный момент адвокат Дарро неожиданно приносит свои извинения за неуважение суду и признает обвинение в адрес подзащитного обоснованными. Непосвященные в планы пропагандистов присяжные и рядовые зрители не могут понять такой резкий поворот от ожесточенного сопротивления сразу к полной сдаче. Тем не менее, цель достигнута. И речь Брайана так и не прозвучала. Опубликованные по всему миру материалы суда включают лишь показания свидетелей защиты в пользу эволюции человека, что создает у неискушенных людей впечатление полного отсутствия контраргументов у противников этой теории и бюрократического произвола над преподавателем. Обвиняемого признают виновным и приговаривают вместе с адвокатом заплатить серьезный штраф. Однако настоящими жертвами этого процесса оказываются вовсе не они. Тяжелее всех приходится расплатиться прокурору. Уильям Брайан, уже пожилой человек, не выдерживает такого количества издевок и оскорблений, которые рьяные сторонники недоказанной теории бросают в его адрес. Он понимает, что его противники смогли добиться своей цели и не дали ему озвучить свой готовый ответ им. С сенатором, выигравшим дело, вскоре от переживаний случается сердечный удар. Тем не менее, формально атеисты наказаны. Знаменитый американский режиссер Стэнли Крамер в 1960 году снял фильм об этой истории, которая называется «Пожнешь бурю». Фильм изображал сам процесс как триумф победы свободомыслия над тупым консерватизмом фундаменталистов. Посмотрев его, трудно было усомниться в моральной победе Скобса и тех, кто его поддерживал. Однако антиеволюционные законы в Южных Штатах были отменены лишь в конце 60-х годов. Сейчас у нас ситуация совершенно другая. У нас имеется устоявшаяся точка зрения на эволюцию. Точка зрения называется дарвинизм. И ее очень легко воспринимать. Ее даже можно с легкостью рассказывать в детском саду. Но нужно же понимать, что она не имеет никакого отношения к фактам. Фактов в дарвинизме до сих пор нет. И нужно объяснять это людям, которые с детского сада приучены считать, что дарвинизм обоснован научными фактами. В 1953 году был разоблачен подлог спилдаунским черепом, к которому мошенники добавили подкрашенную челюсть обезьяны и объявили его очередным доказательством теории эволюции. И Эжан Дьбо признался в том, что кости открытого им явопитека, взятые из останков человека и обезьяны, также совмещены искусственно. Но ученых это не смутило. Они продолжали искать переходные формы. Существенно, что ни одного факта естественного отбора до сих пор в науке не представлено. Представлено только наличие приспособлений, что вот это животное умеет только плавать, это животное умеет плавать и ползать, а вот то умеет и плавать, и ползать. Значит, одно произошло из другого. А значит, говорится, что одно произошло из другого путем естественного отбора. Но это же надо доказать. Через несколько лет после выхода фильма и 40 лет после самого обезьяньего процесса закон в штате Тенниси был отменен. Оказалось, что он противоречил Конституции США, которая запрещает пропаганду религиозных взглядов в школах. Таким образом, из учебников был исключен весь спектр альтернативных теорий, таких как ламаркизм, креационизм и другие. Дарвинизм, хоть и остался непопулярным, с тех пор стал в образовании господствовать безраздельно. Но должно быть также хотя бы несколько страниц, которые объясняют альтернативы. И затем можно позволить студентам самим судить об этих вещах. Я думаю, это весьма реалистично и уважительно в отношении интеллектуальной свободы. Америка говорит, что мы имеем интеллектуальную свободу. Но в этом особом случае я бы сказал, что интеллектуальная свобода в Соединенных Штатах заблокирована. Поскольку используется правительство для борьбы с идеями в учебниках. Тогда, в 60-х, мало кто вспоминал, что благодаря широкой рекламе, сделанной гисперопитеку в 25-м году в Теннисе во время суда, удалось получить и деньги на продолжение исследований. В 1927 году научные поиски были, наконец, продолжены. И вскоре был найден полный скелет обладателя зуба, по которому был воссоздан этот предок. К всеобщему изумлению, гисперопитек оказался ископаемым кабаном. Это был не первый и далеко не последний случай, когда теория всерьез подвела своих приверженцев. Могу повторить, что современная теория эволюции, точнее сказать, неодарвинизм или синтетическая теория эволюции, это вообще не научная теория, потому что, ну, во-первых, она обладает интересной особенностью, в отличие от всех других научных теорий, которые теориями являются. Она вообще не обладает никакой предсказательной силой. Еще через 40 лет ситуация изменилась. В конце 20 века обществу стало известно, какое огромное количество фактов, противоречащих дарвинизму, скрывалось от огласки. И это при том, что многие доказательства теории эволюции оказались откровенными фальсификациями. Самая крупная телекомпания Америки, NBC, готовит для трансляции на всю страну новый документальный телефильм «Таинственное происхождение человека». В нем представлены многие факты, которые полностью опровергают теорию Дарвина. Когда бюрократы от науки узнают, что NBC собирается транслировать фильм с таким содержанием для американского населения, они пытаются воспрепятствовать планам телекомпании. Но поскольку им приходится иметь дело с независимыми журналистами, то помешать демонстрации не удается. Фильм о нерешенных до сих пор наукой загадках происхождения человека выходит в эфир. Множество и простых людей, и ученых узнают, как много самой же наукой сделано открытий, которые полностью опрокидывают привычные со школьной скамьи представления об эволюции человека. Дарвинисты говорят, что человеческие существа, похожие на нас, появились около ста тысяч лет назад и развелись от более примитивных обезьяноподобных предков. Но в моих исследованиях я обнаружил, что археологи сделали массу открытий, показывающих, что люди, подобные нам, существовали на Земле многие миллионы лет. Они открыли человеческие скелеты, отпечатки человеческих ног и артефакты, сделанные людьми, возраст которых исчисляется миллионами лет. Приверженцы теории эволюции предпринимают более действенные меры. Они связываются с американским правительством через Федеральное управление связи, правительственную структуру, контролирующую американские телекомпании, и пытаются с помощью правительства заставить NBC выплатить штраф в несколько миллионов долларов, чтобы впредь больше никто ничего подобного не рискнул бы сделать. Но в правительстве понимают, что попытка оказать давление на независимый телеканал вызовет протест не только в прессе, но и во всем обществе. Побытка наказать телекомпанию таким образом проваливается. Повторный показ приносит еще большее количество откликов. У телезрителей тема вызывает огромный интерес. Огромное количество удивительных фактов, лишь небольшая часть которых была показана в фильме, собрана американскими исследователями Майклом Кремо и Ричардом Томпсоном в их сенсационной книге «Неизвестная история человечества». Поразительные артефакты, о которых научная общественность была осведомлена более ста лет назад, находятся в основном в запасниках музеев. Долгое время они были вне поля зрения ученых благодаря так называемой фильтрации знаний. Эти открытия не очень известны ни широкой публике, ни самим ученым, потому что в мире науки действует процесс фильтрации знаний. Открытия, поддерживающие общепринятую теорию, легко проходят сквозь такую интеллектуальную фильтрацию, что означает, что о таких свидетельствах читают студенты в учебниках. Люди видят ученых, говорящих об этом по телевидению. И если они посещают музеи, то видят там именно такие открытия. Но открытия, противоречащие принятой теории, этой фильтрацией отметаются, что означает, что о них немногие могут услышать. В 1889 году в Нампе, штат Айдахо, рабочие бурят колодец для воды. Дойдя до глубины 100 метров, они неожиданно извлекают на поверхность маленькую фигурку, имеющую форму женщины. Эта статуэтка находилась в слоях скалы возрастом в 2 миллиона лет. О находке сообщают геологу Джорджу Райту. Убедившись в подлинности и удивительной древности статуэтки, он пишет об этом отчет, чтобы научный мир был осведомлен. Однако ни о дальнейшем изучении, ни о теперешнем местонахождении артефакта ученым сегодня ничего не известно. Но исследователям удалось выяснить, где находятся некоторые из артефактов возрастом в 50 миллионов лет, найденные в шахтах Калифорнии в 1880 году. Они до сих пор находятся в коллекции музея антропологии в Калифорнийском университете в Беркли. Эти ископаемые орудия труда вообще не показывают публике. Они не хранятся даже в самом музее. Их содержат на музейном складе, расположенном в нескольких километрах от самого музея. Но они по-прежнему там уже более ста лет. Во время съемок фильма «Таинственное происхождение человека» продюсер NBC пытался договориться с дирекцией музея, чтобы посмотреть артефакты. Когда он приехал туда, служащие музея отказались показывать находки под разными предлогами. Когда снимался фильм, Майкл Крама работал над отчетом о находках в калифорнийских золотых приисках для Всемирного археологического конгресса. Всемирный археологический конгресс – это крупнейшая в мире международная организация археологов, в которой состоят многие именитые ученые. Благодаря этому директор музея решил позволить ученому изучить и запечатлеть на фотокамеру эти артефакты. На такие аномально древние находки скептики обычно возражают, что могла иметь место ошибка в датировке, так как при определенных условиях объекты из более поздних верхних слоев могут попадать в более древние нижние. Такое может быть от потоков воды или проседаний горных пород. Однако в этом конкретном случае такие допущения неуместны. Столовая гора в Калифорнии покрыта шапкой из застывшей лавы. Именно под слоем лавы и были найдены эти орудия. Изучив в музее старые карты доктора Уитни, Майкл Крама отправился в горы Калифорнии к Столовой горе. Ученые и его коллеги смогли отыскать древние золотоносные шахты, в которых были обнаружены эти объекты и провели там свои исследования. Эти находки подтверждают, что происхождение человека все еще является загадкой для науки. Существуют еще более поразительные находки, которые подтверждают и такие, на первый взгляд, фантастические даты, как сотни миллионов лет. В 1968 году Уильям Майстер обнаружил отпечатки обуви в Энтилоп Спрингс в штате Юта. Этот след был найден в слоях скалистой породы, возраст которой, по современным научным оценкам, составляет 500 миллионов лет. Майкл Крамо вместе с Ричардом Томпсоном тщательно изучили этот отпечаток и обнаружили, что он в точности идентичен следу, оставленному опутой ногой современного человека. На фотографии даже видно, что каблук был изношен именно в том месте, где это всегда бывает. Моя первая книга «Неизвестная история человечества» была именно о таких открытиях. После ее прочтения у многих появились вопросы, «Если мы не произошли от обезьян, как считают многие ученые, откуда же мы появились?» И моя новая книга «Деволюция человечества» – это мой ответ на этот вопрос. На Всемирном археологическом конгрессе 1994 года Майкл Крамо представил доклад «Время в Пуранах» и археологические данные. Суть его в том, что в древних цивилизациях люди знали о циклически повторяющихся эпохах истории. Однако в последние века на Западе распространилась линейно-прогрессивистская концепция времени. Согласно ей, человек возник лишь недавно. И за сравнительно небольшой промежуток времени прогрессировал от животного до интеллекта и открытий науки эпохи освоения космоса. Но, несмотря на очевидный прогресс во многих областях, наука в лице своих ученых так и не пришла к единому мнению о происхождении самого человека. «Проблема же в возникновении человека, под которым мы понимаем человека сознательного, человека разумного, это я пока не уверен, что это проблема биологическая, что она может ее решить». Альфред Рассел Уоллес, которого многие считают одним из основоположников дарвинизма, писал, что если мы хотим понять, откуда произошел человек, то сначала нужно разобраться, что представляет собой сам человек. Опираясь на материалистические представления, большинство ученых пришло к выводу, что человек состоит лишь из грубой материи. Подобные допущения существенно ограничивают варианты объяснений происхождения человека. Исследователям лишь остается строить гипотезы о самоорганизации грубой материи для создания сложных биологических форм. Но даже в этих узких рамках наука так и не сумела точно объяснить появление первой биологической формы и последующего развития из нее человека и его умственных способностей. Откуда возникает новое? В дарвининизме этот вопрос никогда, даже не ставился, его обсуждает другая эволюционная теория, которая называется теория эмерджентной эволюции. От латинского «эмерго» всплываю, от которого произошло английское слово «эмердженс» – возникновение. Альфред Уоллос еще в 19 веке заметил, что так называемые «дикари» могут иметь такие же способности, как и самые цивилизованные и образованные люди. Ученый понимал, что это не могло быть результатом борьбы за существование и означало, что человек не мог бы получить их, если его предкам были неразумные животные. Он говорил, когда я жил в джунглях, я мог убедиться, что люди, живущие там, в интеллектуальном отношении не уступают среднему члену наших ученых обществ. И приводил такой пример. Человек очень характерен способностями к науке, например, к математике. Но как может быть математика результатом борьбы за существование в обществе, в котором нет никакой математики? Моя новая книга «Деволюция человечества» – это мой ответ на этот вопрос. Если представить ее очень упрощенно, то мы не поднялись из материи, как считает сейчас большинство ученых. Скорее, мы спустились или деволюционировали из состояния чистого сознания. К концу 20 века ученые пришли к заключению, что Вселенная на 95% состоит из темной материи и такой же темной энергии. Астрофизики назвали их так потому, что мы никак эти субстанции не воспринимаем. Наши органы чувств могут улавливать лишь оставшиеся 5%. Еще древние мыслители понимали, что человек лишь частица мироздания. И если бы ученые не потратили более века на бесплодные поиски обезьяноподобных предков и несуществующих переходных форм, вместо изучения реальных фактов, то мы бы сегодня больше знали о наших настоящих предках, которые по-прежнему продолжают оставаться для нас полнейшей загадкой. И только наука будущего сможет, наконец, исчерпывающе ответить на вопрос, как и от кого произошел человек. Сенсационные книги «Неизвестная история человечества». Поразительные артефакты, о которых научная общественность была осведомлена более ста лет назад, находятся в основном в запасниках музеев. Долгое время они были вне поля зрения ученых благодаря так называемой фильтрации знаний. Эти открытия не очень известны ни широкой публике, ни самим ученым, потому что в мире науки действует процесс фильтрации знаний. Открытия, поддерживающие общепринятую теорию, легко проходят сквозь такую интеллектуальную фильтрацию, что означает, что о таких свидетельствах читают студенты в учебниках. Люди видят ученых, говорящих об этом по телевидению. И если они посещают музеи, то видят там именно такие открытия. Но открытия, противоречащие принятой теории, этой фильтрацией отметаются, что означает, что о них немногие могут услышать. В 1889 году в Нампе, штат Айдаха, рабочие бурят колодец для воды. Дойдя до глубины 100 метров, они неожиданно извлекают на поверхность маленькую фигурку, имеющую форму женщины. Эта статуэтка находилась в слоях скалы возрастом в 2 миллиона лет. О находке сообщают геологу Джорджу Райту. Убедившись в подлинности и удивительной древности статуэтки, он пишет об этом отчет, чтобы научный мир был осведомлен. Однако ни о дальнейшем изучении, ни о теперешнем местонахождении артефакта, ученым сегодня ничего не известно. Но исследователям удалось выяснить, где находятся некоторые из артефактов возрастом в 50 миллионов лет, найденные в шахтах Калифорнии в 1880 году. Они до сих пор находятся в коллекции музея антропологии в Калифорнийском университете в Беркли. Эти ископаемые орудия труда вообще не показывают публике. Они не хранятся даже в самом музее. Их содержат на музейном складе, расположенном в нескольких километрах от самого музея. Но они по-прежнему там. Уже более ста лет. Во время съемок фильма «Таинственное происхождение человека» продюсер NBC пытался договориться с дирекцией музея, чтобы посмотреть артефакты. Когда он приехал туда, служащие музея отказались показывать находки под разными предлогами. Когда снимался фильм, Майкл Крамау работал над отчетом о находках в калифорнийских золотых приисках для Всемирного археологического конгресса. Всемирные археологические и очень древние цивилизации даже более развитые, чем наши. А множество казавшихся незыблемыми, взглядов на историю оказались просто результатами ошибок и дезинформаций. Что бы произошло, если в отложениях, возраст которых оценивается в миллионы лет, были обнаружены ископаемые останки человека современного типа? Вся привычная цепочка происхождения человека попросту разлетится, если окажется, что сам человек жил на Земле задолго до того, как он якобы произошел от обезьяны. Принцип перехода количества в качество не имеет подтверждения в живой природе, когда мы говорим о новых признаках у живых видов. Мы просто не имеем переходных видов. Мы имеем готовые виды, которые отличаются друг от друга. Даже такие близкородственные существа, как коза и овца, которых зоологи по костным останкам даже не могут отделить одно от другого. Это разные виды. И переходного вида между ними нет. Сегодня это кажется странным, но сам Дарвин в молодости учился по учебнику естественного богословия. Он до глубокой старости вспоминал его как единственный учебник, который он запомнил из всего курса своего обучения. Естественно, что богословие во всех проявлениях природы старалось увидеть божественную мудрость. Первоначально Дарвин даже хотел ввести в свою теорию Бога в качестве руководителя естественного отбора. Но ситуация изменилась. И оказалось, что идея о том, что Господь великий селекционер, никто не станет читать. И Дарвин написал, что в природе, конечно, нет селекционера, который бы сознательно что-то отбирал. Зато там есть огромные промежутки времени, которые должны приводить к тем же результатам. Ну, казалось бы, если ты предлагаешь такую совершенно новую и совершенно неочевидную трактовку основного фактора в твоей теории, надо предложить какие-то аргументы в пользу того, что это явление в природе есть. Историки выяснили, что до Дарвина более 200 ученых и даже богословов писали статьи об эволюции и более 50 про эволюцию путем естественного отбора. И если бы Дарвин запоздал со своей книгой хотя бы на год или два, то теория эволюции сейчас просто не называлась бы дарвинизмом. Он был первым, кто опубликовал свою книгу на эту тему. Дарвин объяснял очень слабую, как он сам понимал, аргументированность своей книги тем, что был вынужден издать ее очень спешно. А спешно потому, что в мае 1858 года получил с острова целебет. Но ученых это не смутило. Они продолжали искать переходные формы. Существенно, что ни одного факта естественного отбора до сих пор науке не представлено. Представлено только наличие приспособлений, что вот это животное умеет только плавать, это животное умеет плавать и ползать, а вот то умеет и плавать, и ползать. Значит, одно произошло из другого. А значит, говорится, что одно произошло из другого путем естественного отбора. Но это же надо доказать. Через несколько лет после выхода фильма и 40 лет после самого обезьяньего процесса закон в штате Тенниси был отменен. Оказалось, что он противоречил Конституции США, которая запрещает пропаганду религиозных взглядов в школах. Таким образом, из учебников был исключен весь спектр альтернативных теорий, таких как ламаркизм, креационизм и другие. Дарвинизм, хоть и остался непопулярным, с тех пор стал в образовании господствовать безраздельно. Но должно быть также хотя бы несколько страниц, которые объясняют альтернативы. И затем можно позволить студентам самим судить об этих вещах. Я думаю, это весьма реалистично и уважительно в отношении интеллектуальной свободы. Америка говорит, что мы имеем интеллектуальную свободу, но в этом особом случае я бы сказал, что интеллектуальная свобода в Соединенных Штатах заблокирована, поскольку используется правительство для борьбы с идеями в учебниках. Тогда, в 60-х, мало кто вспоминал, что благодаря широкой рекламе, сделанной гисперопитеку в 25-м году в Теннисе, во время суда, удалось получить и деньги на продолжение исследований. В 1927 году научные поиски были, наконец, продолжены, и вскоре был найден полный скелет обладателя зуба, по которому был воссоздан этот предок. К всеобщему изумлению, гисперопитек оказался ископаемым кабаном. Это был не первый и далеко не последний случай, когда теория всерьез подвела своих приверженцев. Могу повторить, что современная теория эволюции, точнее сказать, неодарвинизм или синтетическая теория эволюции, это вообще не научная теория, потому что, ну, во-первых, она обладает интересной особенностью, в отличие от всех других научных теорий, которые теориями являются. Она вообще не обладает никакой предсказательной силой. Еще через 40 лет ситуация изменилась. В конце 20 века обществу стало известно, какое огромное количество фактов, и провели там свои исследования. Эти находки подтверждают, что происхождение человека все еще является загадкой для науки. Существуют еще более поразительные находки, которые подтверждают и такие, на первый взгляд, фантастические даты, как сотни миллионов лет. В 1968 году Уильям Майстер обнаружил отпечатки обуви в Энтилоп Спрингс в штате Юта. Этот след был найден в слоях скалистой породы, возраст которой, по современным научным оценкам, составляет 500 миллионов лет. Майкл Крэмо вместе с Ричардом Томпсоном тщательно изучили этот отпечаток и обнаружили, что он в точности идентичен следу, оставленному опутой ногой современного человека. На фотографии даже видно, что каблук был изложен именно в том месте, где это всегда бывает. Моя первая книга «Неизвестная история человечества» была именно о таких открытиях. После ее прочтения у многих появились вопросы, если мы не произошли от обезьян, как считают многие ученые, откуда же мы появились? И моя новая книга «Деволюция человечества» – это мой ответ на этот вопрос. На Всемирном археологическом конгрессе 1994 года Майкл Крэмо представил доклад «Время в Пуранах» и археологические данные. Суть его в том, что в древних цивилизациях люди знали о циклически повторяющихся эпохах истории. Однако в последние века на Западе распространилась линейно-прогрессивистская концепция времени. Согласно ей, человек возник лишь недавно. И за сравнительно небольшой промежуток времени прогрессировал от животного до интеллекта и открытий науки эпохи освоения космоса. Но, несмотря на очевидный прогресс во многих областях, наука в лице своих ученых так и не пришла к единому мнению о происхождении самого человека. Проблема же в возникновении человека, под которым мы понимаем человека сознательного, человека разумного, это я пока не уверен, что это проблема биологическая, что она может ее решить. Альфред Рассел Уоллес, которого многие считают одним из основоположников дарвинизма, писал, что если мы хотим понять, откуда произошел человек, то сначала нужно разобраться, что представляет собой сам человек. Опираясь на материалистические представления, большинство ученых пришло к выводу, что человек состоит лишь из грубой материи. Подобные допущения существенно ограничивают варианты объяснений происхождения человека. Исследователям лишь остается строить гипотезы о самоорганизации грубой материи для создания. Животные, растения, они сосуществуют друг с другом. Посмотрим на саванну, увидим, как антилопы спокойно пасутся рядом с альвами или с гиенами. Только когда хищник голоден, он нападает на травоядное животное, чтобы питаться. А так они сосуществуют. Разговор идет не о том, верен дарвинизм или не верен, хотя из сказанного более или менее ясно, что он скорее не верен, а в том, что мы под эволюцией понимаем не то, что понимал под эволюцией Дарвин. И все же Дарвин в своем труде происхождения человека, изданном в 1871 году, уже приходит к выводу, что человек – потомок волосатого, хвостатого и четвероногого существа, жившего на деревьях. Но это смелое по тем временам заявление грешит отсутствием самого главного. Нет никаких доказательств, то есть ископаемых останков, которые могли быть связующими звеньями между древними обезьянами и современным человеком. То есть обществу предлагают принять весьма спорную гипотезу, как теорию, и обещают найти связующее звено в обозримом будущем. По Дарвину виды происходят одним единственным способом. Сначала внутри вида образуются различные расы, каждая из которых, из тех, которые выжили, образует новый вид. Точно так же новые роды происходят из прежних видов, новые семейства из родов и так далее. Этого механизма никто никогда не показал. Во времена Дарвина никаких останков, доказывающих эволюцию, найдено не было, за исключением пары черепов неандертальцев из Германии, до нескольких находок со строением современного типа. Этот аргумент вскоре использовали те, у кого утверждения Дарвина об обезьяноподобных предках вызывали неприкрытое возмущение. Среди исследователей, которые об этом говорили, были в первую очередь французские биологи 19 века Денуайе, Арман де Кетрифаш, Дюбуа Реймон, Ле Буржуа, Аббад, Деланне и многие другие. Некоторые из них были убеждены, что человек жил еще во времена динозавров, однако сегодня их имена малоизвестны широкой общественности. Одно из возражений Дарвину на первое издание его книги заключалось в том, что он показал только, что внутри вида могут возникать новые расы и ничего больше, в то время как иллюстрация его результатов, его механизма демонстрируется только на крупных различиях, новые роды, новые семейства и так далее. Дарвин на это так никогда ничего не смог ответить и ситуация странным образом сохраняется до сих пор. Споры об эволюции идут уже более полутора веков. Причем за это время другие науки весьма заметно прогрессуются. В древних санскритских писаниях Индии не только рассказывается о том, как эти два вида жили рядом друг с другом в далеком прошлом, там есть еще более удивительные вещи. Древние источники утверждают, что человек не только уже существовал многие миллионы лет назад, но тогда на Земле была и весьма развитая цивилизация. В них также есть весьма развитое знание биологии и особенно эмбриологии. Можно найти описание того, как человеческий эмбрион постепенно развивает свою форму от яйцеклетки. Это нечто такое, что не было известно в Европе вплоть до 17 века, пока не был разработан микроскоп. Но так как подобные находки полностью опровергают, что человек произошел от обезьяноподобного предка, то против них и тех, кто их сделал, нередко разворачивается настоящая борьба. 1966 год. Центральная Мексика. Археологи обнаруживают каменные инструменты в очень древних слоях. Среди них множество хорошо сохранившихся наконечников копий. Для определения более точного возраста находок приглашают экспертов геологической службы США. Геологи проводят анализ и называют поразительную цифру – 250 тысяч лет. Но тут неожиданно в дело вмешиваются высокопоставленные чиновники. Они требуют изменить результаты датировки. Вирджиния, Стин Макентайр и другие американские геологи, определявшие возраст, подвергаются давлению. Им угрожают лишением работы. А в Америке, по их представлениям, человек появился 10-12 тысяч лет назад. Поэтому возражения археологов заключались в том, что не могли быть найдены инструменты, сделаны человеком в Америке, возраст которых 250 тысяч лет. Вирджиния отказывается идти на компромисс и требует публикации сенсационных данных. Но с аргументами ученые никто не считается. Ее лишают финансирования и не разрешают продолжать работу. За свою наивную честность и принципиальность она теряет работу преподавателя в университете и расплачивается сломанной на всю жизнь карьерой. Даже при наличии фактов никто не собирается менять господствующую теорию. Все равно нам придется менять всю систему антропогенеза. Поскольку принято считать, что на американском континенте человек появился только тогда, когда смог перейти во время оледенения через Берингов-Перешейх. Однако на американском континенте существуют более ранние находки следов деятельности культурного существа, которые все равно надо. До сих пор наука и загадках происхождения человека выходит в эфир. Множество и простых людей, и ученых узнают, как много самой же наукой сделано открытий, которые полностью опрокидывают привычные со школьной скамьи представления об эволюции человека. Дарвинисты говорят, что человеческие существа, похожие на нас, появились около 100 тысяч лет назад и развелись от более примитивных обезьяноподобных предков. Но в моих исследованиях я обнаружил, что археологи сделали массу открытий, показывающих, что люди, подобные нам, существовали на Земле многие миллионы лет. Они открыли человеческие скелеты, отпечатки человеческих ног и артефакты, сделанные людьми, возраст которых исчисляется миллионами лет. Приверженцы теории эволюции предпринимают более действенные меры. Они связываются с американским правительством через Федеральное управление связи, правительственную структуру, контролирующую американские телекомпании, и пытаются с помощью правительства заставить NBC выплатить штраф в несколько миллионов долларов, чтобы впредь больше никто ничего подобного не рискнул бы сделать. Но в правительстве понимают, что попытка оказать давление на независимый телеканал вызовет протест не только в прессе, но и во всем обществе. Побытка наказать телекомпанию таким образом проваливается. Провторный показ приносит еще большее количество откликов. У телезрителей тема вызывает огромный интерес. Огромное количество удивительных фактов, лишь небольшая часть которых была показана в фильме, собрана американскими исследователями Майклом Кремо и Ричардом Томпсоном, в их сенсационной книге «Неизвестная история человечества». Поразительные артефакты, о которых научная общественность была осведомлена более ста лет назад, находятся в основном в запасниках музеев. Долгое время они были вне поля зрения ученых, благодаря так называемой фильтрации знаний. Эти открытия не очень известны ни широкой публике, ни самим ученым, потому что в мире науки действует процесс фильтрации знаний. Открытия, поддерживающие общепринятую теорию, легко проходят сквозь такую интеллектуальную фильтрацию, что означает, что о таких свидетельствах читают студенты в учебниках. Люди видят ученых, говорящих об этом по телевидению. И если они посещают музеи, то видят там именно такие открытия. Но открытия, противоречащие принятой теории, этой фильтрацией отметаются, что означает, что о них немногие могут услышать. У подобного не рискнул бы сделать. Но в правительстве понимают, что попытка оказать давление на независимый телеканал вызовет протест не только в прессе, но и во всем обществе. Побытка наказать телекомпанию таким образом проваливается. Повторный показ приносит еще большее количество откликов. У телезрителей тема вызывает огромный интерес. Огромное количество удивительных фактов, лишь небольшая часть которых была показана в фильме, собрана американскими исследователями Майклом Кремо и Ричардом Томпсоном в их сенсационной книге «Неизвестная история человечества». Поразительные артефакты, о которых научная общественность была осведомлена более ста лет назад, находятся в основном в запасниках музеев. Долгое время они были вне поля зрения ученых благодаря так называемой фильтрации знаний. Эти открытия не очень известны ни широкой публике, ни самим ученым, потому что в мире науки действует процесс фильтрации знаний. Открытия, поддерживающие общепринятую теорию, легко проходят сквозь такую интеллектуальную фильтрацию, что означает, что о таких свидетельствах читают студенты в учебниках. Люди видят ученых, говорящих об этом по телевидению. И если они посещают музеи, то видят там именно такие открытия. Но открытия, противоречащие принятой теории, этой фильтрацией отметаются, что означает, что о них немногие могут услышать. В 1889 году в Нампе, штат Айдаха, рабочие бурят колодец для воды. Дойдя до глубины 100 метров, они неожиданно извлекают на поверхность маленькую фигурку, имеющую форму женщины. Эта статуэтка находилась в слоях скалы возрастом в 2 миллиона лет. О находке сообщают геологу Джорджу Райту. Убедившись в подлинности и удивительной древности статуэтки, он пишет об этом отчет, чтобы научный мир был осведомлен. Однако ни о дальнейшем изучении, ни о теперешнем местонахождении артефакта, ученым сегодня ничего не известно. Но исследователям удалось выяснить, где находятся некоторые из артефактов возрастом в 50 миллионов лет, найденные в шахтах Калифорнии в 1880 году. Они до сих пор находятся в коллекции музея антропологии в Калифорнийском университете в Беркли. Эти ископаемые орудия труда вообще не показывают публике. Они не хранятся даже в самом музее. Их содержат на музейном складе, расположенном в нескольких километрах от самого музея. Но они по-прежнему там уже более ста лет. Во время съемок фильма «Таинственное происхождение человека» продюсер Энби... ...существа, как коза и овца, которых зоологи по костным останкам даже не могут отделить одно от другого. Это разные виды. И переходного вида между ними нет. Сегодня это кажется странным, но сам Дарвин в молодости учился по учебнику естественного богословия. Он до глубокой старости вспоминал его как единственный учебник, который он запомнил из всего курса своего обучения. Естественно, что богословие во всех проявлениях природы старалось увидеть божественную мудрость. Первоначально Дарвин даже хотел ввести в свою теорию Бога в качестве руководителя естественного отбора. Но ситуация изменилась. И оказалось, что идея о том, что Господь великий селекционер, никто не станет читать. И Дарвин написал, что в природе, конечно, нет селекционера, который бы сознательно что-то отбирал, зато там есть огромные промежутки времени, которые должны приводить к тем же результатам. Ну, казалось бы, если ты предлагаешь такую совершенно новую и совершенно неочевидную трактовку основного фактора в твоей теории, надо предложить какие-то аргументы в пользу того, что это явление в природе есть. Историки выяснили, что до Дарвина более двухсот ученых и даже богословов писали статьи об эволюции и более пятидесяти про эволюцию путем естественного отбора. И если бы Дарвин запоздал со своей книгой хотя бы на год или два, то теория эволюции сейчас просто не называлась бы дарвинизмом. Он был первым, кто опубликовал свою книгу на эту тему. Дарвин объяснял очень слабую, как он сам понимал, аргументированность своей книги тем, что был вынужден издать ее очень спешно. А спешно потому, что в мае 1858 года получил с острова Целебес по почте статью малоизвестного тогда зоолога Альфреда Рассела Уоллеса, в котором излагались те самые мысли, над которыми Дарвин так долго работал. Если бы Дарвин промедлил хотя бы год, то Уоллес, который в 61 году вернулся в Англию, и был бы автором той теории, которую мы сейчас именуем дарвинизм. В 1859 году выходит книга Чарльза Дарвина «Происхождение видов». Спустя всего 12 лет большинство ученых и образованной публики в Англии уже считает смехотворным ставить под сомнение то, что человек является потомком обезьяноподобных существ. И это вопреки тому, что в происхождении видов сам Дарвин только кратко затронул вопрос о корнях человечества, отметив в конце, что свет на происхождение человека и его историю будет пролит лишь в будущем. Поденные ступки и пестики найдены на большой глубине в очень древних слоях. О поразительных находках сообщают ученым. Геологи изучают таинственные артефакты и убеждаются в их подлинности. Но датировка кажется просто невероятной. Возраст древних инструментов 55 миллионов лет. Это значит, что они были созданы во времена динозавров. Главный геолог штата Калифорния профессор Джон Уитни публикует официальный отчет об этих открытиях. Он приходит к выводу, что в Северной Америке люди существовали десятки миллионов лет назад. Факт то, что в определенный промежуток времени люди-динозавры сосуществовали вместе. Современная наука, конечно, категорически отрицает этот факт. Но только после признания этого факта мы можем говорить о вопросах датировки. Когда это было? Почему это было? Но другие ученые не принимают вывода геолога. Антрополог Уильям Холмс пишет, если бы профессор Уитни был по-настоящему знаком с историей эволюции человека в ее современном понимании, он воздержался бы от придания огласки своих выводов, пусть даже в их пользу говорит впечатляющий объем собранных им свидетельств. То есть, если факты не согласуются с общепринятой теорией, то тем хуже для фактов, несмотря на их объем. Но неужели род человеческий настолько невероятно древний? И почему многие антропологи не желают это признать? Если историю человечества представить в виде гигантского музея, то выяснится, что несколько залов этого музея оказались запертыми. Под замком находятся именно те факты, которые противоречат общепринятым историческим концепциям. Оказывается, что есть много данных о том, что человек вовсе не произошел от обезьяны, как учат до сих пор в школах. И на Земле были очень древние цивилизации, даже более развитые, чем наша. А множество казавшихся незыблемыми взглядов на историю оказались просто результатами ошибок и дезинформаций. Что бы произошло, если в отложениях, возраст которых оценивается в миллионы лет, были обнаружены ископаемые останки человека современного типа? Вся привычная цепочка происхождения человека попросту разлетится, если окажется, что сам человек жил на Земле задолго до того, как он якобы произошел от обезьяны. Принцип перехода количества в качество не имеет подтверждения в живой природе, когда мы говорим о новых признаках у живых видов. Мы просто не имеем переходных видов. Мы имеем готовые виды, которые отличаются...